Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю цыплят табака или табака. Если вы хотите узнать, какой способ маринования и приготовления цыпленка табака самый лучший, посмотрите это видео до конца. На чем жарит цыпленка табака? На сливочном масле или на растительном? Какой маринад для цыпленка выбрать? Оставайтесь со мной, смотрите это видео до конца и мы узнаем, какой цыпленок табака и по какому рецепту будет самый вкусный. Цыплята табака весят 800 грамм и один весит 900 грамм. У маленького цыпленка толщина мяса небольшая и он быстро приготовится, с него не уйдет драгоценный сок, мясо получится сочным, с зажаристой корочкой. Самое важное правильно его разделать. Вот эти локти мне не нравятся в цыпленке табака, поэтому я их уберу. Вот цыпленок с шейкой. Шейку я тоже вырежу. Пару цыплят я разрежу по классическому способу. Именно вот так, по спинке и разворачиваю. У второго цыпленка я вообще всю спинку полностью вырезаю. Вот так. А этих цыплят я разрежу по грудке. Теперь нужно распластать тушки цыплят, чтобы они были плоскими, для того чтобы толщина мяса во всех частях тушки была одинаковая и они быстро приготовились. Если у вас нет молоточка для отбивания мяса, я покажу способ как быстро и даже намного лучше сделать мясо плоским. Вот такая толстая доска. Я просто этой доской буду придавливать мясо и оно будет равняться. Вот так. Одновременно с этим, когда я делаю легкие удары по цыпленку, суставчики будут раздрабливаться и это будет правильно. Один из цыплят будет мариноваться в лимонном соке. Второго цыпленка я замариную в абрикосовом уксусе. Этот уксус моего приготовления я специально выбрал его из виноградного, яблочного и грушевого уксуса, потому что у него очень тонкий и богатый аромат. Этому уксусу уже больше года. Друзья, как правильно сделать домашние уксусы, ссылочка вот здесь вверху. Класс. Один к трем. Класс. Вот этот цыпленочек сделаю в маринаде из обычного столового уксуса. Я думаю, этот уксус намного крепче, поэтому нужно начинать с четырех ложек. А четвертый цыпленочек будет полностью без кислоты, но он будет с тимьянчиком. Каждого цыпленка я сразу же солю. В среднем на цыпленка весом 800 грамм, я думаю, одной чайной ложки соли будет достаточно. Может быть с небольшой горкой. И теперь я всех цыплят поливаю вкусным, очень вкусным оливковым маслом холодного отжима. Чтоб понравилось моим друзьям. Чтоб понравилось моим друзьям. Цыплята табака уже замаринованы, сейчас утро, они остаются в кухне при комнатной температуре, а у меня здесь 19 градусов, до вечера, до обеда. И потом начинаем дальше. Пока цыплятки маринуются, я приготовлю обалденную заправку или намазку для цыплят. Для этого я буду использовать просто черный перчик. Самый ароматный перец получается, если его сразу растолочь или смолочь. А также красный каенский перец. Именно каенский, потому что у меня также есть обычный красный перец. Не знаю, где он взялся. Абсолютно другой вкус, абсолютно другой аромат, не то. А это то. Оливковое масло, ну куда же без него и побольше. Чесночок. Чесночок я потёр на тёрочку. Замазочка для цыплят табака. А как? Приправа, соус, ну обмазка на крайний уже случай. Отлично. Обмазка для цыплят табака уже готова. Но теперь ей нужно ещё немножко постоять, чтобы ароматы перешли в масло. Цыплята замариновались, и я их сейчас буду жарить. Сейчас я сравню, на чём вкуснее получится цыпленок. На вкусном сливочном масле или на обычном простом растительном масле. Разравниваю. Его нужно придавить чем-нибудь. Я буду использовать огромную кастрюлю с бульоном, который только что створился. А цыпленка в абрикосовом уксусе я сразу положу вот эту стороной вниз. Прошло уже 5 минут. Самая лучшая фактика, то это через каждые 5 минут переворачивать мясо на другую сторону. Тогда оно не пересушится и не пережарится. Я думаю, это уже готово. И теперь последний стриж. Я беру смесь чесночка и оверхового масла, которое было, и смазываю поверхность цыпленка. Переворачиваю с кусачком вниз и буквально одну же минуту прогреваю, чтобы ароматы хорошо сучатались цыпленка. Наконец дегустация. Здесь у меня дистиллят из груши, которая была летнего урожая. Друзья, как вкусно сделать фруктовые дистилляты. Ссылочка вот здесь вверху. Ой, как пахнет классно. Да, итак. Лимон, абрикос, тимлян и уксус. Пока я не начал дегустацию, рассказываю. Лично я не заметил большой разницы, на чем жарить цыпленка табака. На сливочном масле или на растительном. Возможно, у меня было очень качественное сливочное масло, поэтому оно прекрасно отработало и, я думаю, вкус должен быть достойным. А теперь по маринадикам. Начну с лимончика. Чтобы объективно оценить, я буду отрезать с одной и той же части цыпленка. По чуть-чуть. Так. Вкусно. Мягко. Легкая кислинка, благородная. Угу. Так. Вот это у нас абрикосовый уксус. Вот с той стороны по мягче. Будет вот так, без зажаристой корочки. Пробую абрикосовый уксус. Кислинки почти не слышно, поэтому пока не знаю. Теперь обычный столовый уксус. Просто как жареная корочка. Вкусно, но ничего выдающегося. А теперь вот здесь то же самое. Пока мне больше всего понравилось, конечно же, цыпленок табака, которого я сбрызнул лимонным соком и он жарился на сливочном масле. Что вам сказать. Все цыплята обалденные. Поэтому можно готовить из тех пряностей, какие у вас есть. Готовьте много разных цыплят табака. Будет очень вкусно. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные жирные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место.